Это новости о событиях. К этому часу расскажу я, Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. В правительстве объяснили, почему подорожал сахар. Виноват монополист, в отношении которого начнут расследования. Об этом стало известно на заседании комиссии по монополизации экономики с участием премьер-министра страны Алихана Смаилова. Отпускную цену на сахар крупнейший оптовый поставщик Казахстана завысил почти в два раза. Основной объем производства сладкого продукта приходится на четыре завода, расположенных в Жамбылской и Алматинской областях. У них компания и скупала основную часть продукции по 420 тенге за килограмм и продавала в два раза дороже. Проверка показала, что в конце каждого месяца у предприятия образовывался остаток сахара, который бы хватило для того, чтобы частично покрыть спрос в некоторых регионах. По факту проводится расследование. Им занимаются специалисты агентства по защите и развитию конкуренции. Чтобы ситуация не повторилась, участники встречи предложили ужесточить контроль за субъектами рынка. Глава правительства идею поддержал и дал поручение госорганам. В Казахстане не хватает 16 миллионов гектаров пастбищных угодий. Об этом заявил глава Ментельхоза Эрбол Карашукеев на заседании земельной комиссии. Из-за дефицита земель, по его словам, сокращается поголовье. С начала этого года государству вернули чуть больше миллиона гектар земли. В прошлом году количество возвращенных пастбищ составило всего 400 тысяч гектаров. Напомню, 9 августа президент отменил мораторий на проверки соблюдения земельного законодательства. В планах до конца года вернуть государству около 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель и площадей, выданных с нарушениями. Министр призвал Акиматы активизироваться и контролировать достоверность данных. Столица перешла в зеленую зону по темпам распространения коронавируса. Таким образом, во всех регионах нашей страны сейчас наблюдается благополучная эпидемиологическая ситуация. Напомню, мегаполис находился в желтой зоне с 21 июля. И к новым данным о случаях заболевания с ковидом, за минувшие сутки в стране зарегистрировали свыше 1600 инфицированных. Суточный прирост почти не изменился. В антилидерах по-прежнему столица Карагандинской области Алматы. Сегодня от ковида лечение получает больше 24 тысяч больных. Из них тяжелое состояние свыше 30%. Еще в нескольких населенных пунктах Китая ввели ограничения из-за вспышки различных субвариантов омикрона. С сегодняшнего дня на карантин закрыты жители города Иу. Это один из крупнейших внешнеторговых центров страны. Частичные ограничения действуют и в Урумчи, административном центре Синьцзяньо и Гурского автономного района. За минувшие сутки в Китае зарегистрировали почти 2000 новых случаев коронавируса, включая бессимптомных носителей. Резкий рост связан со вспышкой ковида на курортном острове Хайнань. Там по показателям лидирует Санье. Напомню, что ее жители находятся на самоизоляции уже почти неделю. Локдаун объявили еще в нескольких городах провинции. Всего же вирусом охвачено около 20 регионов КНР. Субвариант, распространенный на Хайнане, существовал скрытно в течение некоторого времени, прежде чем был обнаружен. Таким образом, там сложилась серьезная ситуация. Вспышка быстро распространяется. Мы направили больше 10 тысяч медиков из 19 регионов страны для помощи Хайнаню в борьбе с эпидемией. Жители Нью-Дели вновь обязали носить маски. Мера принята на фоне роста зараженных коронавирусом. Нарушителям грозит штраф в размере 6 долларов. Это примерно 3 тысячи тенге. Накануне в Индии выявили свыше 16 тысяч случаев ковида. Около 2,5 тысяч из них приходится на столицу. В Нью-Дели также зарегистрировано 9 смертей от инфекции. Это рекорд за последние полгода. На сегодня полностью привиты 86% взрослого населения. Тем временем аномальная жара на востоке Китая бьет температурные рекорды. Столбики термометра в регионе шестой день подряд не опускаются ниже 40 градусов. Это лето стало рекордным по количеству аномально жарких дней в Китае, начиная с 1873 года. Именно с этого времени ведут статистику. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2013 году. Тогда сильная жара одержалась 5 дней. Прогнозы синоптиков неутешительные. Очень жарко в Шанхае будет в ближайшие 10 дней. На днях они заявили, что столбик термометра преодолел отметку 40 градусов. Почти 80 тонн дизельного топлива пытался незаконно реализовать руководитель AA Trade Company в Алматы. В ходе досудебного расследования установлено, что документов, подтверждающих его законное происхождение, нет. Несмотря на это, предприниматель купил и продал солярку почти на 15 миллионов тенге. По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с применением амнистии. В предгоре Алматы возвышается настоящий замок. Четырехэтажное здание похоже на сказочную часовню. Эта жительница мегаполиса воплотила в жизнь свою детскую мечту. Она выросла на сказках Пушкина, поэтому ей не составило труда нарисовать эскиз необычного дома. В гостях у хозяйки побывал наш корреспондент Индира Орзалинова. Этот дом уже знают многие алматинцы. Он даже стал достопримечательностью города. Длинные шпили устремились в небо, отчего замок видно издалека. Возле каждой башни смотровая площадка, а само здание занимает 800 квадратных метров. Эскиз Ольга Ашин юрист по профессии нарисовала быстро. Но вот спроектировать его и построить оказалось делом непростым. Ведь замки возводили в прошлые века. Сейчас чертежей не найти, говорит Ольга. Я даже ради этого съездила в Германию. У меня в Германии дочка живет. И хотела посмотреть, как же там все это так строят. Думала, какую-то информацию почерпну. Но так чисто визуальную я почерпнула, потому что в архивах и где-то там что-то я ничего не смогла найти. Нет инструкции, как это делать. Да. Ну, хотя, в принципе, в современности, конечно, оно ближе приближено к современным каким-то нормам, строительствам. Ольга росла в скромном, аккуратном домике. В захлеб читала писателей сказочников, особенно Пушкина. Все время грезила о собственном замке. А когда вышла замуж, решила соорудить его для своих детей. Пока строила, сын и дочери выросли. Зато теперь внуки радуются. Бывает, в замок заглядывают и горожане. Из любопытства. Часто очень проезжаем. Всегда с таким интересом. Вот решили заехать, посмотреть. Тематика очень интересная. Сам дом напоминает Диснеевский замок. Сказочное место. Внутри дома пока идут отделочные работы. Хозяйка продумывает каждую деталь. Я хочу, чтобы этот дом, этот замок был сказочный. И я хочу разместить на каждом этаже, сделать дизайн в виде таких сказок народов мира. На первом этаже у меня там русские сказки, западные сказки. На втором этаже казахские, индийские, персидские. А на третьем этаже сказки Олта Диснея. И на четвертом этаже хочу сделать советские какие-то сказки. После завершения работ Ольга намерена установить большие часы на самой высокой башне, 20-метровой. Она их уже заказала. Так что скоро ее соседи смогут сверять свои часы по ним. Индира Розалинова, Валентин Лобанов, Хабар-24, Алматы. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok